Только что вы увидели момент из страшной версии Майнкрафта бета 1301. Страшные версии Майнкрафта это версии в которых может обитать что-то жуткое, необъяснимое и загадочное. В некоторых может меняться меню Майнкрафта, появляются непонятные объекты в мире и даже спавнится сущности. Херебрин, Чёрноглазый Стив, Нулл. Все они могут здесь ожидать игрока. И сегодня я вам поведаю топ из 10 таких версий. Топ составлен по моему субъективному мнению. Хорошего вечера, ребята. Меня зовут Нюстерилайн. Приятного просмотра. Открываю топ страшная версия Майнкрафта 6.6.6. Главное меню версии сразу бросается в глаза мерцающий сплэш. Как было в легендарной версии Майнкрафт Хекс. Через некоторое время хп игрока начнет хаотично изменяться. Потом начнут появляться сообщения в чате. Вот некоторые из них. Он здесь. Покинь этот мир. Сохрани мои души. Неизвестный. Ты не должен быть здесь. Начнет меняться бар опыта. Начались резкие мерцания. День постоянно сменялся на ночь и наоборот. В конце произошла резкая смерть игрока. Предполагаемый создатель версии Дуднак. Страшная версия. Релиз 1.1. В первые минуты игры включится 3D анаглиф. Камера регулярно дергается. Все предметы могут выпасть из инвентаря. Появилась надпись в чате. После чего резко наступил бесконечный закат. В чате написано. Время спать. Появляются таблички. В чате появилось сообщение. Я устал от тебя. Прощай. После чего произойдет глич. Во время глича появится нул. Предполагаемый создатель версии. Моня Плей. Жуткая версия. Error 633. Главное меню версии сразу наводит жути. Все вещи могут выпасть из инвентаря. И при этом включится резкий звук. Можете резко наступить ночь. Появляются кресты. Появляются надписи в чате. В конце произойдет глич. Также ходят слухи, что в этой версии обитает сущность. Но ее еще никто не нашел. Предполагаемый создатель версии. Дуднак. Страшная версия. Дельта 000. Главное меню версии. Текстуры. Музыка. Сильно искажены и зашумлены. Текстура Стива искажена. Довольно часто появляются существа. При приближении к ним они исчезают. Также у меня получилось запечатлеть скин этой непонятной сущности в полном виде. С некоторым шансом может появиться непонятное окно. В котором будет записан набор символов. Возможно он является шифром. Но пока что никто не смог ее расшифровать. Появляются полу невидимые сущности. Которые напоминает один зеленый пиксель. Издают звуки курицы. Предполагаемый создатель версии. Лукот. Страшная версия. Бета 1.3.0.1. В главном меню. Игрока ожидает покороженная надпись Можинг. Перепутанные символы в названии кнопок. Перевернутая надпись Майнкрафт. Игрок появляется в деревянной коробке с дверьми. В инвентаре сразу появились несколько предметов. Здоровье игрока хаотично меняется. Интенсивно начинают появляться существа. Так же, как и в версии Дальдай-0.0.0. При приближении они так же исчезают. Появляются горящие кресты и таблички. На одной из таких табличек было написано. Ты не должен быть здесь. Если ты не уйдешь, я убью тебя. Но если игрок проигнорирует табличку. То пройдет он. Появилось существо с белыми глазами, белым ртом и с топором в руках. Сначала оно попытается убить игрока, но потом просто исчезнет. Так же в этой версии может произойти глич. Предполагаемый создатель версии. Моня Плей. Версия бета 1.0.1. Через некоторое время с начала игры начнут появляться животные с черными глазами. Появляются таблички. На одной из таких кровавым текстом было написано. Не оглядывайся назад. Обычно через час игры появляются надписи в чате. Успешно создан новый файл в папке игры. Если зайти в папку игры, то можно действительно найти новый файл. Go to sleep. В один прекрасный момент резко наступит день. Выпадут все предметы и запустится страшная мелодия. Через минуту после этого появится Стив с черными глазами. И игра вылетит. Также в папке игры появится новый файл под названием Dead. В нем написано. Ты не должен был этого делать. Хочешь поиграть со мной? Предполагаемый создатель версии. Дуднак. Страшная версия R1624. Если быть точнее, это не версия, а мод на версию Майнкрафта 1.16.5. Главное меню этой страшной версии сильно искажено. Инвентарь выглядит очень странно. После запуска мира начнет играть музыка. Со странным звуком в чате появится надпись. Ты будешь сожалеть об этом. Через некоторое время после запуска игры начнут появляться странные существа. Напоминает силуэт в черно-серой одежде с красной головой. Издает звуки Эндермена. При нанесении урона по существу издает звуки колоколов. При убийстве этого существа, с него выпадает предмет под названием Ошибка 6. Это очень малоизученная версия. Она скрывает еще много тайн. Предполагаемый создатель версии. Фриокидан. На третьем месте располагается версия Альфа 1.2.7. Единственное отличие и главное меню этой версии от обыкновенной Альфы Майнкрафта. Это то, что слово Майнкрафт состоит из досок. С самого начала эта версия сразу нас удивляет. Обрубленные деревья. Изуродованные животные. А также вместо солнца на небе косуется луна. В этой версии могут появляться жуткие звуки. Появилась надпись в чате. Хиробрин присоединился к игре. Красные факелы, пирамидки с Незерака, бои с дерева. Все это может появиться здесь. Игрок может загореться. Могут выпасть все предметы. Уменьшится хп. С некоторым шансом появляется сам Хиробрин. Перед началом последней стадии захвата игры Хиробрином появится табличка. На ней будет написано. Я иду за тобой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Глич этой версии. Все текстуры исказились. Начали появляться зомби. Также в чате появилась надпись. Ошибка 666. Прощай. Страшная версия. Альфа 12306 1.exe. Инвентарь игрока в этой версии очень странный. Блоки в слотах отвара постоянно вращаются. Мир генерируется очень странно. Постоянно появляются обрубленные деревья и кресты. На крестах обычно появляются таблички с разными надписями. Если навести курсор на такую табличку, то с некоторой вероятностью может мелькнуть секретное слово. Блоки в этой версии после выбрасывания могут двигаться, прыгать и даже атаковать игрока. В инвентаре могут появиться случайные предметы. Иногда окно игры может начать трястись. Игрок может воспламениться. Все предметы могут начать перемещаться в инвентаре. Могут выпасть. Может появиться табличка с надписью NU и горящий столб из низы рака. С некоторым шансом может произойти глич с иероглифами. При этом игра откроется на полный экран. Также некоторые события, которые мы обнаружили. Появление Крипера в Стиве. Отрыв конечностей после смерти от Крипера. Вместо луны на небе красуется чье-то лицо. При смерти запускается громкий крик. Запуск пластинки с названием Death. В чате появляются различные хекс-коды. Игрок может сам ходить. Мобы могут спавниться на мирной сложности. Выбрасывание всех предметов из инвентаря. При этом окно игры становится на весь экран. При установке блока без текстуры розово-черный. Все блоки начинают менять свою текстуру на его. С маленьким шансом может открыться жуткий сайт. На одной из страниц этого сайта можно найти общение существа с пользователем. Перевод этого текста вы можете найти на моем прошлом видео по этой версии. Приблизительно через час игры произойдет глич. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Майнкрафт Кухей Первое место в топе занимает страшная версия R437 EXE Главное меню, все кнопки, все это искажено. Генерация мира происходит очень странно. Камера игрока постоянно дергается, а при получении урона начинает вращаться, что очень дезориентирует. Игрок иногда может самовоспоменяться. Регулярно происходят кличи. Всего есть несколько их типов. Первый, самый безубидный. Окно мерсает красным цветом и появляется надпись Ты не должен быть здесь. Второй, экран быстро мерсает инвертированными цветами. Третий, появляются повторяющиеся окна. Четвертый, появляются разноцветные надписи на всем экране. Эта версия очень жуткая тем, что почти все кличи появляются не только в окне, но и на всем экране. То есть версия действует не только на саму игру, но и на всю систему. Могут выпасть предметы. Иногда в игрока может ударить молния. С некоторым шансом появится маленькое окно. При этом игра остановится. Здесь написано привет. Если нажать на любую кнопку, то на несколько секунд появится лесу Херебрина. Если долго играть в эту игру, то через некоторое время игрок может сам сорваться и умереть. Вот что произойдет, если он умрет. Но в этой версии есть интересная особенность. При установке блока с некоторым шансом может появиться какой-то другой. Вот что произойдет, если зайти в портал в Нижний мир. Как-то раз, играя в эту версию, со мной произошло то, чего никто не ожидал. Я поставил Майнкрафт на паузу и отошел от моего компьютера на некоторое время, так как у меня появились дела. Но то, что я увидел после того, как пришел обратно к компьютеру, повергло меня в шок. Рабочий стол был изменен на какую-то красную картинку. Появилось окно, где было написано. Теперь тебе не убежать. Ты не можешь закрыть это окно. Ты хочешь поиграть в Майнкрафт в последний раз? После того, как я нажал на кнопку «Да», на моем ПК появился синий экран смерти. О том, что произошло с моим ПК, я рассказывал в своем видео по этой версии. Предполагаемый создатель версии – человек под ником АК Нудлий или Кубк. Лично для меня R437.exe – это самая страшная версия Майнкрафта. Своим поведением она очень сильно напоминает вирус. Поэтому, если вы где-то найдете эту версию, я не рекомендую вам скачивать и тем более запускать ее. Это был ТОП из 10 мистических версий Майнкрафта. С вами был NewStoryLine. До скорого!